Тогда сейчас, дорогая моя Алёночка, я хочу с тобой поговорить о том, что, знаешь, я вот зарядку для лица делала много, много раз пыталась, я даже одно время занимала зарядкой для лица, но когда я вижу, с чего ты начинаешь делать зарядку, тут мне прям понимают, что у меня какой-то особенный подход к этому. А вот покажи мне, пожалуйста, ты кто? Вот совсем-совсем кто? Да, вот совсем, ты кто? Я практик, я практик, который в свое время начала свой путь искать себя и нашла его на первый момент, это было рейки, три ступени рейки у меня, ну, я понимаю, что мне можно на это сказать. Я знаю, я знаю, это хорошая штука. Но мне в любом случае это дало раскрытие себя и, соответственно, начался путь трансформации. Потом я стала понимать, что мне нужно себе куда-то, вот куда-то себя деть, чем-то заниматься, и я поставила себе первую цель, которую я обозначила для себя таким образом. Я ни при каких условиях жизни не должна пропасть. У меня должно быть в руках мастерство, дело, которое меня, ну, просто добудет мне хлеб. Я таким образом почему-то считала эту информацию, что я избавлюсь от страха. События на меня не повлияют в этой жизни. Ну, они меня могут расстроить, как-то я их буду решать, но при этом я понимаю, что я нигде не пропаду. И я, конечно, много чего наделала, неправильных вещей по итогу, но это уже чисто такие знания, которые я вот тренировалась и с вами на ваших семинарах божественных просто. И, но, тем не менее, у меня все равно косяков много осталось, и, соответственно, я сейчас легче это переношу все равно. Я все равно поняла, что я достигла своей цели, я в любую страну могу себе вот просто, вот пока до карантина я начала понимать, осознавать то, что я пришла к этой цели, потому что я могу поехать туда, могу поехать сюда, я знаю, что я могу снять жилье, я могу себя как-то заговорить с кем угодно, сказать, что вы знаете, я могу вас послушать, могу вам что-то предложить, я не просто у вас что-то попрошу. Я могу вам предложить, я могу вам дать. А вот теперь вопрос, и что же ты можешь дать? Пройдя интересные вещи, кабидо массаж, который естественный путь, философия такая, прям целостная система оздоровления, потому что я вижу, что здоровье равно красота, равновесие равно красота, гармония равно красота. То есть то, что внутри у нас находится, я себе нравлюсь, а я нравлюсь себе, когда мы все так устроены, что я удовлетворен всеми сферами жизни и нет страха. Соответственно, пройдя вот это кабидо, погрузившись в эту историю, потом я пошла дальше, потому что сидеть с девяти до девяти, то ли это я сама не захотела так сидеть, то ли мне что-то свыше где-то откуда-то подстегнуло, что надо как-то выйти чуть-чуть из медитации и все-таки что-то поактивнее начать делать. Потом, а, до этого у меня уже вот была гимнастика для лица, с чего я еще начала движение, причем это было чисто для себя, вот прям вот себя, потому что… То есть ты не придумала гимнастику для лица? Нет, нет, не придумала. Я вообще ничего не придумываю. Вот не придумала, не придумываю, у меня просто идут сейчас наблюдения по факту тех навыков, которые я получила. А получила из разных каких-то мотиваций. Сначала мне нужно было самой что-то сделать с лицом, потому что было определенное расстройство в жизни, где у меня так все так сползло. Да, я помню, как ты мне рассказывала о том, что ты по лицу человека можешь понять, какие у него в жизни проблемы произошли. Да, да, да. А это уже на Кобидо я вот воспитала что-то в себе, вот это какое-то ощущение, как будто диагностика. Я слышу, где еще физика не выдала, например, да, а я слышу, что вот какой-то орган начинает уже как-то деформацию какую-то. Я вот по ощущениям телом показываю. То есть получается, что по лицу можно определить, какой орган человека может ему, вот, ну, как бы находится в состоянии, что пора туда обратить внимание? Да, да. И так как я совершенно не приверженец бегать по врачам, я все-таки говорю, вы просто обратите внимание, послушайте себя, понаблюдайте. Я сначала думала, мне показалось. Теперь у меня вот этот навык через рейки, что ли, пришел, вот какое-то чувствование другого человека, как будто ты подключаешься к нему. И бывает вот сейчас, вот, например, кто переболел вирусом, да, просто переболел, у него остаточные явления, я прям чувствую, кому надо, например, добавить воздуха, пробежаться, откашлиться. То есть я прям, у меня горло схватывает, я знаю, что это не мое, мне прям кашлять хочется. То есть вот, то есть те чувства, которые человек испытывает, с чем он сейчас живет, я их вот начинаю чувствовать. Я прям говорю, так, или травки какие-то пейте, или сюда больше внимания, но вы уже понимаете, что вы переболели, например, вот, ну, как бы самый близкий такой опыт. Значит, вы больше ходите, дышите, то есть вам нужно лимфу, опять же, двинуть через мышцы, чтобы кислород, дышите диафрегой. Ну, короче, вот все, что мы знаю, причем не как врач совсем, а как именно вот опыт, опыт, опыт. Интересно, а вот смотри, Алёночка, у меня к тебе вопрос. Значит, я знаю, что ты много училась, и то, что ты с людьми делаешь, и то, что ты для людей делаешь, это основано на знаниях и на опыте, и на твоих знаниях, которые ты через себя, в том числе, пропустила. Но когда я с тобой познакомилась, я познакомилась с этой невероятной техникой букального массажа, правильно? Да. И после того, как я его получила у тебя, я пыталась его искать, и это реально оказалось сложностью. Объясни мне, как ты попала к букальному массажу, и вообще, что это такое? Вот это, знаете, у меня какие-то знаковые, ключевые моменты, я не могу вспомнить. Ну, бог с ним. Я сейчас объясню, что я имею в виду, потому что, как я, например, вышла на гимнастику для лица, понятно, был посыл, что мне надо что-то делать. Я сходила на какую-то поколюшку один раз, мезо какая-то, но мне сказали, ну, ты вообще ужасная просто, 40, сколько тебе там лет, а ты еще и косметолога своего личного не имеешь. И ни разу не ходила никуда. Я такая, думаю, господи, правда какая-то недоделанная. Ну, ладно, пошла, мне посоветовали, я даже не знала, куда идти. Я пришла, мне сразу вот это покололи, у меня что-то больно. Второй раз я опять пришла, я же такой исследователь, ну, надо же, что-то. Я еще начала вот это вот зарождаться, что мне что-то не нравится, а объяснить не могу. И вариантов-то у меня еще нет. И потом, когда мне сделали вот огромный синяк просто вот здесь вот, ну, просто поколюшка вот эта вот по всей поверхности лица. Ну, я уже, между прочим, говорила, что это хорошо, когда боли испытываешь, организм прям так это вот мобилизуется. Я, знаете, как пришла еще, вот отвлекусь немножко, потому что сразу хочу вам прям лично это сказать. Вот смотрите, мы поцарапались. Да. Организм шток говорит. Ребята, проблема. Быстро все бросили свои дела повседневные, пошли здесь латать. Все прибежали, работают, все восстанавливают, да, разрез, там, быстренько заживляют его, что-то, процессы идут. Соответственно, что мы, как люди, воспринимаем как картинку? Мы улучшили, нам дали все лучшее в этом месте. Да. И мы видим эффект. Да. Но проблема-то, она как бы решалась просто проблема, это же не системная поддержка, да? Да, это просто получается, что у нас как будто аврал произошел, все на него кинулись, быстренько этого, да, но мы не устранили причину, почему происходит аврал регулярно. Абсолютно верно. Да. И, соответственно, вот на этом и строится вот это, смотри, я же тебе сделала, значит, тебе же было хорошо, давай-ка приходи еще, еще, еще. А потом, ну, вот вернусь к тому, что… Парагином перестанет работать, да, уже… Конечно. А накопительным эффектом я читала, американцы очень любят проводить статистику, наблюдения, и они доказали, что вот эта вот мезотерапия, простите меня, что здесь налито? Кто знает? Ну, вот так, если по-честному, никто. А мне казалось, что можно просто полукалывать, просто иголочка, без всякого, просто полукалывать. А какие проблемы? Постучать, пощипать. Опять же… Я просто не знала, что это то же самое. Причем, смотрите, вот прям, когда щипаем, мы же здесь прям вот сюда же и говорим, идите сюда, здесь вот поделать. Это вот я вот сейчас, вот вы мне задали вопрос, я просто сходу это просто вот проговорила. А если я себя щипать буду, это нормально, да, это будет хорошо? Ну, смотрите, можно же сделать лед, можно погреть, контрастный сделать, потом можно что-то в душе поделать. Я, знаете, еще что практикую вот так вот? Я сейчас в своем доме, у меня есть банечка моя любимая, я в бане делаю лимфодренаж, я там сижу 4-5 часа, мне все спрашивают, что ты там делаешь обычно? Я говорю, я вот, ну, работаю, какие-то техники, что-то еще мажу, помажу, что-то пощипала, что-то потрогала, что-то потерла, то есть вот такие вот моменты. А еще, если, например, в душе, я экспериментировала, это вообще, я просто вот сейчас делюсь прям личным-личным. Смотрите, вот душ, сильная струя, такая, чтобы комфортно было, вот так сделали и по массажным линиям просто провели, и вот так приятно, если глазки прикрыли, и вот это все, можно добавить струю, там же есть эти всякие насадки, можно прям хорошо себя пробить, можно холодной водой, можно горячей водой. То есть вот этот вот чуть-чуть, какой бы маленький такой стресс. Слушай, так правильно понимаю, что вот эти есть такие штуки массажные для лица, массажеры такими, это как бы хорошо? Хорошо. Немножко тоже опасаюсь таких вещей. У меня, кроме рук, я все-таки ничего. Вода еще, это более такое живое что-то, да. И с ней же рукой мы это все регулируем, свое вот это ощущение ловим. То есть бывает же больно. Прибор, он, у него вибрации другие. Он не встроится в живой вот этот вот ритм. Я поняла. И поэтому был опыт горький очень с телом, когда я пыталась прям конкретную часть уменьшить. И был такой жезан-аппарат. Пассивная гимнастика, такие, миостимулятор. Ты как бы положил такая что-то... О, знаю, это страсть, я, конечно, просто от нее обалдельно, как все так смешно. Но это работает. Это часть в свое время тоже, это такое микротоками воздействие на мышцу. Она там что-то делает, ты лежишь, плюшки ешь, а при этом формируется мышца. Но когда ты это дело убрал, вот у меня подружка давала, а потом мы с подружкой не дружим. И у меня его не стало. Я не знаю, что стало с ее талией, потому что у нее проблема была на талии, а у меня ноги. Так я с этими ногами еле потом вырулила. Потому что как только я 500 грамм прибавляла лишнего веса, а он потом пришел с плюсом, как все прям по учебнику. И по итогу я, наверное, года 4 билась в фитнесе. То есть вот как все равно проблема осталась. Как только приходило 500 граммов, то что происходит? Сразу в это место. А, туда. То есть здесь было агрессивное воздействие, была вот эта история, да, что-то надо делать, срочно прибежали, группа поддержки сделала. И все, потом все. Поэтому кроме собственных рук вообще ничего. Ну вот, минимум свои, максимум, ну вот, мастера. Хорошо, слушай, я поняла идею. Мы не будем сегодня рассказывать, что такое букальный массаж, да? Но давай ты сейчас просто вот скажи, в чем же ты сегодня мастер? Я-то тебя знаю, я у тебя была-то, я помню, ты меня трогала. Это было круто. Да, я всегда вас вспоминаю, что я вас поймала на самом пике, когда у вас чуть не сформировалось, не затвердел вот этот как раз вот штучка. Да. Я помню прям до сих пор вот этот первый ощущение, прям вот он, он действительно вам повезло, когда мы вот его поймали. Потому что он как вот сахар, рафинад, он прямо растворился. Вот я помню этот щелчок, что у меня получилось его вовремя зацепить. Потому что если проходит год-два, когда эти вещи сделали, и когда с обратной стороны щеки мы это берем и трогаем, там вот как вот маленькие пластиковые шарики. Абсолютно такие, да. Да. И, ну, мне кажется, все-таки, ну, чуть-чуть обидно. Надо все равно не останавливаться, искать, вот сегодня у нас есть гимнастика, там надо расслабить, надо прокачать что-то. Но мне кажется, все равно какие-то еще придут возможности, которые мы можем все-таки применить собственными руками. Что я сегодня делаю, на сегодняшний день? Я назвала вот эту технику, у меня, ну, как бы такой вот коктейль получился. Я ее назвала Facelift Fusion. То есть у меня образовался, создался такой свой стиль, стиль сессии, который я провожу полтора-два часа. У меня биологическое центрирование, у меня психосоматика, то есть практическая психосоматика идет. Я, когда вот слышу, я вижу прям вот, как будто, знаете, ну, девочки, которые из саентологии, они говорят, очень похожи на аудитинг. Но я всегда понимала, психологи, что это такое. Я же, помните, говорила, я хочу, как бы, если я не медик, то я пойду хотя бы психологическое сделаю образование для обоснования вообще, почему я вообще к вам. Это не тянуться. Да, а потом я просто поняла, что я все это отметаю, ничего мне не надо. Я просто вот чувствую, хотите, берите, не хотите, не берите. И, как я говорю, попробовать один раз, оно просто, ну, как бы нужно. А в силу сегодняшнего времени, ну, есть все-таки подтверждение уже, что люди просто, вот я Москву, например, выкидываю сообщение, что с такого-то по такой-то. И я, два часа у меня полная запись. То есть это, ну, мне это своего рода тоже дает такое, как-то вот для меня, что, блин, что-то я могу считать. Да, у тебя вопрос, а скажи, пожалуйста, я, ну, к тебе же все не могут попасть. А что у тебя есть такое, чтобы могли познакомиться с твоей философией, подходом к лицу и к здоровью люди, которые не могут к тебе попасть на сеансы? Ну, когда вот границы еще были открыты, я планировала прям приезжать. Я планировала путешествовать, общаться, ездить и к вам поехать, и туда, и туда, и еще к девочкам, и вот это все хотела. Сейчас, на сегодняшний день у меня есть уже такой выращенный, прям надежный мастер. Это, конечно, все в Уфе. Ну, вот что, где могу добраться, там езжу. Пока вот у меня Уфа-Москва, это вот то, что вот прям мое участие должно быть. А вот плавно подошли к гимнастике. То есть такой формат, для чего вот он как бы так вот создался, потому что, ну, нельзя сидеть с утра до ночи лицо это делать. Ну, столько всего в жизни интересного, ну, надо как-то это вот как-то... И это заходить на него со времени, да, то есть людям помогать, приводить в порядок их лица, но при этом, чтобы у тебя еще тоже была своя какая-то жизнь, кроме этого, правильно? Да, и вот в гимнастику я как раз добавила, что мы делаем и прокачиваем лимфоузлы недолго, и размяли шею, куда там смогли достать. Мы это все сделали, чуть-чуть расслабили плечи, даже самостоятельно. Себе немножко так мучительно, потому что, ну, жалко себя. Когда, например, я сама кому-то нажму, там уже, конечно, виск... Ну, отпускает зато сразу. Потом я... Сами упражнения, и вот уже в упражнения, такие, которые вот, что-то мы тут делаем, берем перчаточки, и я еще вот с круговой мышцы рта добавила и поверху, что мы можем сделать, и изнутри, что мы можем сделать самостоятельно. Даже если мы сделали себе губки, ну, хотя бы не допускать вот этого застоя здесь, и чуть-чуть я показываю, как это все-таки, куда встать, в каком направлении потянуть, как расслабить эту зону. То есть добавила вот букальную сторону. Я вот это и хотела сказать. Я посмотрела твою зарядку, и я прямо увидела, что ты добавила эту бук... Кстати, вот эту букальную сторону, букальная, это что такое? Защечно. Да, с обратной стороны. Да, защечно, бука, считала ты. Алена поставила вот эту свою технику, и получается, что если я буду этому учиться, то я смогу чуть-чуть обходиться без тебя. Да? Хорошо. Хорошо. Тогда давай мы с тобой еще запишем переда, еще запишем выпуск про что-нибудь интересное с точки зрения там. А можешь что-то рассказать по уходу? Вот мне нравится твоя идея, то, что ты сказала, что по лицу можно прямо увидеть, где у тебя чего застоялось, да? И где у тебя могут быть проблемы. И мне очень будет интересно еще твое мнение по поводу того, чем ухаживать, чем не ухаживать. А за пощипывание спасибо тебе огромное. И, друзья мои, я хочу сказать, что мы сейчас общались с Аленой Комаровой. Алена Комарова удивительный специалист по человеческому лицу. Честно скажу, если бы не она, у меня бы не было сиамского кота. Потому что когда я была у нее на массаже, и она мне что-то там нажала, и я прямо поняла, что из-за того, что у меня давно нет сиамского кота, у меня тут что-то зажалось. И я его купила в этот день. Все что-то потрясающе. Я помню ту историю. Ну что ж, мы готовим следующий выпуск, мы подумаем, что это может быть интересно. А я вам сейчас даже, можно два слова скажу, что это? Давай. Это же тоже благодаря вам, потому что, да, и саентологии. Потому что вечные поиски диеты. Однажды я поняла, что мне не надо никаких диет, мне нужна выносливость. И я попадаю на питание для аудитинга. Дальше вы меня скорректировали, и уже четыре года почти я на этом питании. Конечно, у меня есть еще качели, но у меня есть интервальное голодание, у меня есть периодическое голодание. Я живу на жире, поэтому я больше ничего не принимаю, ни маски, ничего не делаю. Я просто правильно питаюсь. Ну вот мы говорим в следующий раз. Да, чем нам нужно кормить наше лицо? Потому что чем кормить тело, я знаю, а вот чем кормить лицо, вот это... Наполненность мышцы другая становится после того, как переходишь на жир. Ладно, мы не будем все секреты рассказывать. Так, короче, дорогие мои, мы научим вас правильно питаться. Спасибо, Лёва. Пожалуйста. Вам огромное спасибо. Потому что я не могу говорить в камеру, у меня сегодня должен был быть эфир в Инстаграм, но не могу я, и все. У меня нет запроса, и я не могу ничего сказать. Теперь есть я. Да. Большое спасибо. Благодарю вас. Благодарю.